Сегодня в Сочи встречали короля. На переговоры с президентом Путиным прилетел король Бахрейна с трудным по нашим меркам именем Хамад бен Иса Аль-Халифа. Оба лидера подтвердили готовность стран к дальнейшему экономическому сотрудничеству, что немаловажно сейчас, когда расшатанная ситуация вокруг Сирии в одном направлении, только через переговоры, видят выход из этого кризиса. Несмотря на то, что Бахрейн самое маленькое в мире арабское государство, оно же одно из богатейших и влиятельных на Ближнем Востоке, поэтому позиция по Сирии крайне важна. Сегодня стало понятно, что Бахрейн даже не планирует посылать свои войска для участия в наземной операции в Сирии, о чем, как уже о принятом решении, сообщали несколько дней назад. Обо всем подробнее Илья Костин. Ворота в регион Персидского залива. Россия намерена активизировать сотрудничество с Бахрейном. В условиях новой волны мирового экономического кризиса и низких цен на черное золото нефтедобывающим странам в одиночку выстоять сложнее. На переговорах в Сочи Владимир Путин и Хамад бен Иса Аль-Халифа говорят о совместных проектах. Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в России. Несмотря на достаточно непростую ситуацию в экономике, тем не менее мы продолжаем создавать необходимые для расширения нашего взаимодействия механизмы сотрудничества. Бахрейн является нашим важным партнером в заливе и на всем Ближнем Востоке. Мы очень рады видеть наших друзей, иметь возможность поговорить по двусторонним отношениям и поговорить о ситуации в мире и, прежде всего, в регионе. Сегодняшняя встреча – это хорошая возможность для обсуждения дальнейшего укрепления двусторонних отношений и для обмена мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и во всем мире. А что касается проблем в сфере экономики, я уверен, что в сотрудничестве все страны смогут преодолеть имеющиеся трудности. Что касается Бахрейна, мы готовы сотрудничать с Россией по всем вопросам. Весь Бахрейн немного меньше, чем Москва в пределах МКАДа. Население всего миллион двести тысяч человек. Но совместные проекты имеют стратегическое значение. Из России сахар, говядина, мясо птицы и зерно. Из Бахрейна инвестиции на сотни миллионов долларов и доступ к участию в крупных энергетических проектах. По итогам переговоров лидеров двух стран к журналистам вышли министры иностранных дел. Одна из ключевых тем переговоров – борьба с терроризмом. Бахрейн является частью международной коалиции, действующей в Ираке и Сирии. Но королевство хочет также сотрудничать и с российской стороной. Позиции двух стран по ключевым позициям обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе, как выяснилось в ходе сегодняшних переговоров, имеют много общего. Наша общая позиция заключается в том, что прежде всего необходимо видеть приоритеты. Это непримиримая борьба с терроризмом, мирное урегулирование различных конфликтов в этом регионе и, конечно же, недопустимость действий, которые ведут к развалу государства. Под этим углом зрения Его Величество и президент России обменялись оценками происходящего в Сирии. Мы подтвердили нашу взаимную поддержку, обоюдную поддержку действий мирового сообщества на основе полного и неукоснительного выполнения резолюции Совета безопасности ООН 2254, в том числе в контексте необходимости поддержать инклюзивный межсирийский диалог, нацеленный на то, чтобы сами сирийцы решали судьбу своей страны. В прошлый раз король Бахрейна приезжал в Сочи менее полутора лет назад. Посетил один из этапов соревнований «Формула-1». В этот раз лидеры двух стран собирались покататься на лыжах, но в последний момент король Аль-Халифа передумал, пообещав в следующий раз обязательно взять пару уроков у Владимира Путина. Главы государств обменялись сегодня подарками. Путин подарил королю Бахрейна ахалкетинского коня по кличке Хаджибек. Ответным презентом стал меч из дамасской стали. Это не какая-то протокольная вещь, это настоящий меч. У нас есть традиция, когда дарят холодное оружие, нужно в ответ подарить монеты. Король Хамад Бен-Иса Аль-Халифа пригласил сегодня Владимира Путина посетить Бахрейн. В ближайшее время российского лидера ждут в Манаме с ответным визитом. Илья Костин, Андрей Сычук, Борис Чемерис, Павел Рудаков. Первый канал. Сочи.